Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Injustice as God of Mancass. Это у нас марафон 2019 и уже пятая часть. Да, записываю пятый ролик, и сегодня у нас будет разговор достаточно непростой, потому что начинаем мы с того, что я получаю нового персонажа. Я, кстати, первоначально не знал этого момента, но потом я решил просто так заглянуть в бит, думаю, почему бы и нет. Заглядываю, тут мне написано, разблокирован облик персонажа, зеленый фонарь из New 52, разблокирован за регистрацию в бит. Поэтому, когда вы регистрируете в бит, потом еще зайдите и посмотрите, что можно получить, потому что просто так, короче, можно получить карточку, и тут даже вроде бы, вроде бы, есть какие-то награды, если я не ошибаюсь, можно еще кого-нибудь получить, возможно. Но это опять же нужно смотреть, потому что вот, нажимаете на клавиши, вот эту, которая в верхнем правом углу висит, и без особых проблем получаете новенького персонажа. А перед началом ролика немного рекламы. На данный момент на сайте ProSeller.org работают достаточно крутые скидки. Кстати, они будут в описании под этим роликом. И вы сможете приобрести персонажи, валюту, и не только по игре Injustice GodamonCast по низким ценам и быстрой доставкой. Все, что вам нужно сделать, это, конечно, перейти по ссылке в описании. Как вы видите, здесь достаточно большое количество как персонажей, так и самое главное, N-Metal. За N-Metal вы можете приобрести тех самых суперкрутых персонажей, которые на данный момент есть в игре. Спешите, количество скидок ограничено. А мы продолжаем. Да, как вы видите, зеленый фонарей New 52 есть в коллекции. Да, это бронза. Да, это, по сути, тот персонаж, который мне уже не нужен из-за того, что у меня куча серебра. Ну как, два персонажа? Но все-таки два персонажа, это тоже неплохо. Но все же, если вдруг мне нужно будет сыграть битву по сети по-быстрому и там набить, например, опять же, то, к чему мы сейчас перейдем, фантомную зону, то в любом случае, любая компашка понадобится для поединков по сети. Даже из бронзовых персов. Что ж, да, переходим мы в фантомную зону. Как я и говорил, я, конечно же, добью фантомную зону и решил записать об этом тоже ролик. Харли Квинархэм. Вроде несложный персонаж, и вроде бы я могу изменить группу и попытаться даже победить как-то ее. Но требуется пять энергий. Я думаю, что потратим карточки, потому что ради такого можно потратить все карты. Я не знаю вообще, что за это дается, но набрать, скажем так, вот эти вот самые очки, чтобы сразиться с боссом, не так уж и сложно. Это очень легко сделать. Я это сделал буквально, ну, за полчаса играю в битву по сети. Вот реально, реализовать это очень и очень легко. Так, ну и, наверное, да, я буду играть этими персонажами в бой, восстановим тогда. И получается, половину энергии у нас сразу же съедает, но что поделать. Ладно, смотрим. Можно, наверное, несколько раз против нее сыграть несколько раз. Я думаю, что она не будет против, и все будет отлично. Я вообще немного урона наношу. Оу, нокаут сразу же выстрела одного. Блин, нет, она очень жесткая. Здесь нужно, конечно, копить сразу же спецприемы. Но это сложно сделать. И мне вынесли сейчас топу. Снова вынесли. Офигенный персонаж, ничего не скажешь. А у нее, надеюсь, жизни Анита... Ну, как сказать? Она же... Я не знаю, что сказать сейчас. Я не думал, что этот персонаж будет настолько жесткий. Нет, там было, конечно, написано. Ну, Харли Куинн это достаточно серьезный перс, но чтобы с одного выстрела. С одного выстрела каждого. Ну, это да, это сильно. Это очень мощно, я бы сказал. Так, ладно, давайте заново зайдем, продолжить. У нее же здоровье заканчивается, как я понимаю. Ну, у нее вот сейчас я зайду, сразу же снова... А, нет, полная полоска. Ну, все, приплыли. Если бы она еще хотя бы просто блокировалась, это было бы другое дело. Она просто взяла двумя пинками и меня отшила. Идеально. Фантомная зона, ты мне нравишься. Лучшая фантомная зона, которую когда-либо я встречал в своей жизни. Бамц. Единственная. Да, Харли Куинн, я не знаю, как тебя победить. Это достаточно сложный поединок будет. Очень сложный. Называется, перешел я в фантомную зону и победил Харли Куинн. Самый легкого бойца. Как такое вообще возможно? Но не стоит отчаиваться. Я, кстати, посмотрел свои старые марафоны. И не просто так это, кстати, сделал. Благо, что я это сделал. Я забыл про тот момент, что если у тебя появляется Injustice Godem'n'Cast первая часть в Стиме, то тогда ты можешь, конечно же, заполучить кучу награды сразу же. И как нам это сделать? Все очень просто. Заходим в Injustice Godem'n'Cast. Так, ребят, я не знаю, насколько меня сейчас слышно, но я надеюсь, будет достаточно слышно. Что нам нужно на данный момент сделать? Провести кое-что достаточно интересное. Вы хотите, чтобы игра определила? Нет, я хочу кое-что только сделать и все. Чтоб ты от меня игра отстала. Мне большего от тебя не нужно. Короче, нужно как-то зайти... Так, давайте-ка я лучше геймпад запущу, так будет в разы легче. Вот, вот в настройках мы заходим в Bit. А, вот, использовать существующий Bit. Нажимаем, вводим Mail. Так, что ж, я ввел Mail и пароль. Связать учетную запись. Нажимаем и сейчас ждем. Учетная запись в Bit привязана. Отлично. Все, что мне теперь нужно сделать, это, можно сказать, выйти из игры. Все, что я хотел, я сделал. С виду, что я хотел на компе, я сделал. А теперь переходим обратно в игру и смотрим, что-нибудь поменялось. Или мне нужно сейчас обратно выйти и зайти куда-то. Либо сюда зайти обратно в Bit. А, вот, отлично. Разблокирован облик персонажа. Супермен из тюрьмы разблокирован за прохождение сюжетного режима в консольной версии Injustice God of Man Cards. Ну, естественно. Я его уже проходил, поэтому, естественно, у меня это все будет. Батарея силы зеленого фонаря разблокирована за достижение уровня 5 в консольной версии Injustice God of Man Cards. Оракул разблокирован за достижение уровня 10 в консольной версии Injustice God of Man Cards. Изи, изи. Вот, вот так вот получается награда. Состав Веном разблокирован за использование интерактивных объектов 100 раз в консольной версии Injustice God of Man Cards. Клотушка Харли разблокирована за достижение уровня 25. Окей. 5000 кредитов силы. Ну, неплохо. Еще Женщина-кошка в коллекцию падает Новая карта, Flash New 52 Еще бы самого Flash New 52 получить было бы неплохо Один бронзовый набор усиления разблокирован за победу в битве А, ну хорошо А как получить бронзовый набор, либо я его уже получил Это вот как раз-таки Женщина-кошка из бронзового набора мне и выпало Вообще, неважно, главное то, что я что-то получил Давайте посмотрим вообще, что у меня за новые персонажи Это Зеленый Фонарь New 52 и Тюрьма Супермен А что за набор Веном? Веном, Веном, Веном Что за набор Веном я получил? А, так, Супермен, Тюрьма Неудержимый, Flash New 52 Киборг режим, Черный Адам и Джокер все Ага, понял Да, кстати, надо усиление карты поддержки покупать персом А то я про это совсем забываю И из-за этого у меня всегда слабые персонажи Экипировки только две Вообще непонятно, что я получил Я что-то получил, а что я получил? Фиг поймешь, что Вообще, самое главное то, что у меня появился золотой персонаж Да, не самый лучший, но все-таки он есть Да, и давайте-ка мы элиту подарим женщине-кошке И спецприем тогда уж Так и быть Почему бы и нет? Все-таки она заслужила этого спецприема Да, вот благодаря, можно сказать, консольной версии Только что мы читернули Ну, ладно, это не назвать читернули На самом деле все правильно было сделано Продумано И теперь новобранцы я точно смогу пройти Главное, осталось дело за малым На самом деле, это, конечно же, как-то победить Золотым персонажем А именно Суперменом И, конечно же, прокачать его хотя бы чуть-чуть Я не знаю вообще, честно говоря Какую команду на данный момент составить Наверное, вот такая вот будет Либо можно взять женщину-кошку и флеш Хотя, мне кажется, это будет не совсем логично Поэтому, наверное, все-таки я выберу Супермена И Думсдейн с Бэйном А все остальное потом уже определится точно Либо стоп Блин, я не смогу, наверное, все-таки выбрать этих персонажей Потому что не особо хочу карты тратить Давайте для начала возьмем зеленого фонаря И, например, женщину-кошку Ставим женщину-кошку Зеленый фонарь тоже не у 52 будет для прокачки И сыграем, наверное, первый поединок Первый, самый главный, основной поединок Это быструю битву А там будем уже смотреть Потому что сейчас именно тратить энергию Ради того, чтобы просто-напросто прокачать Супермена Но я не вижу в этом смысла Либо в этом и есть самый главный смысл Не знаю пока что Ладно, давайте играйте Блин, как меня бесит Найтвин, как ты меня бесишь, честное слово Вот хороший был персонаж Если бы не понтовался своими вот этими вот двумя палками Я-то, у меня-то нету двух палок И вообще женщину избивать нельзя А это женщина-кошка, если я не ошибаюсь Блин, у женщины-кошки классный спецприем второй Его надо как-то накопить И сразу же здесь всех повыносить им Я уверен, что получится Она с разгоном такой удар когтями наносит Что прям страшно становится Ага, да Страшно Мне прям страшно стало, серьезно Даже не знаю, куда еще сдеваться от такого-то страха Когда она просто взяла и слилась Ну, кстати, с Супермена есть плюшка такая, что он восстанавливается Поэтому Супермен-тюрьма в этом плане достаточно такой цивильненький персонаж На самом-то деле Просто о нем мало кто знает, возможно А возможно о нем знают все Не знаю Вот, смотрите, я восстанавливаться начал Вот я про эту и говорил тему как раз-таки У меня вроде бы и не было здоровья А вроде снова и появилось Отлично Вот это мне нравится Только это, конечно, один раз происходит Все, больше восстанавливаться не буду Поэтому нужно как-то уже сливать эту команду по-быстренькому И побеждать Потому что женщину-кошку я умудрился потерять Не знаю как Но умудрился это сделать Победа, отлично, я это сделал Есть! Готово! Насколько сильно я прокачиваю сейчас Супермена? На три уровня, наверное Либо на два даже Не на три На три уровня Ну, это, конечно, правильно Все хорошо Игра меня слушается, значит В каком-то смысле Ну, третий уровень у Супермена Это, конечно, очень круто Надо как-то ему добить Не третий, конечно, уровень А где-то уровень пятнадцатый Хотя бы Чтобы мы могли Продвигаться тихонько по Сюжетке Да и не только сюжетке А вообще проходить даже Те же самые испытания В будущем Поэтому Персонаж нам этот Очень сильно потребуется Да и фантомную зону Нужно тоже будет Как-то пройти Но это уже после того Как я прокачаю этого персонажа Но помните Если у вас есть Игра Injustice Godamon Chaos Вы можете спокойно Получить этого персонажа Если вы просто-напросто Зарегистрируете в бит У вас уже будет Еще одна бронза Это тот самый перс О котором мы говорили Уже сегодня не раз Это Зеленый фонарь New 52 Я вспомнил Наконец-таки Потому что Только что забыл про него И В принципе Это, наверное, все Что я хотел показать И рассказать Именно сегодня Следующий ролик Уже будет более информативный Потому что К следующему видосу Я уже прокачаюсь Это 100% Возможно Потрачу те карты Поддержки Которые у меня есть Энергия Имеется ввиду Да и возможно Накоплю на еще один Серебряный набор Либо уже на персонажа Определенного Не знаю Посмотрим Главное сейчас Как-то Потихонечку Прокачивать Супермена Тюрьма И двигаться В нужном нам Направлении Наверное Не раз сегодня Это сказал Но это правда А на этом все Всем большое спасибо Ребят за просмотр Если понравилось Вам видео Как вы хотите Ролики видеть В разы чаще То ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова